Это человек, которым можно гордиться, что с ним просто общаешься. Александр Карпенко! Добрый вечер, дорогие друзья! Спасибо! Сегодня у нас круглая дата, 25 лет, но, так сказать, праздник со слезами на глазах, поскольку, что уже в традиции в Денисовских фестивалях, мы вспоминаем наших ушедших. Двух наших Сергеев, Миронова и Сахарова. Они были у самых истоков группы Шурави, особенно Сережа Миронов, который ехал с нами в том самом памятном поезде Москва-Новороссийск, где мы, ну, в общем, до полутора суток пели песни, знакомились. Игоря Медведева постоянно просили, Игорь, покажи бой, потому что очень нам понравились песни гусарские, цыганские. И мы настолько подружились, что больше уже не могли помыслить себя друг без друга. А тут еще комсомол нас взял под свое крыло, а комсомол тогда хорошо работал. И в Перово работал тоже афганец, тоже ныне покойный Сергей Лактионов. И поскольку большинство нашей группы было в Перовском клубе долг, мы решили там же и пришвартоваться. И вот организовалась такая боевая мобильная группа из бардов, которая бороздила просторы нашей Родины. Много мы объездили городов в Весе, в Якутии 10 раз были. Но об этом долго можно говорить. А сейчас давайте вспомним еще раз Сергея Миронова и Сергея Сахарова. Внимание на экран. Это было ровно 10 лет тому назад. 11 октября, день рождения Сережи Сахарова, он ведет концерт памяти Сергея Миронова. И через 4 месяца Сереже тоже не стало, его насмерть сбила машина. Сегодня мы собрались в память о хорошем человеке, человеке своего времени. Самая обычная жизнь. Детский сад, школа, армия, орган. Работа, семейные заботы, дети, квартиры, и дача, и дела. Материальные проблемы, борьба с землями, смыслей, любовь и смерть. Не геройская, а обычная, человеческая. Но от этого не методическая. Усталость сердца. Даже металл в ответной усталости. И на протечение всего этого времени вырывающаяся народу желание петь, писать песни и стихи, которые живут больше авторов. Дима, клуб 1, написанная с Сергеем Ивановым. Подтверждение этим словам. Дима, клуб 1, написанная с Сергеем Ивановым. Компания, клуб 1, написанная с Сергеем Ивановым. Заразные конки. Мы десит неопьями, но иторые. А в Москве все целести. У ребят есть долг и честь. И уж точно будет долг, если клуб на два и долг. Когда лёглись в порохе, вонюхав, Свою страну трещащую пошло, Пришли здесь ребята, алиц виноват, И покрыть себя собрать, отмолчал. Мы решили, чтобы всех об этом знали, Какой цена платили бы войне. Мы решили, чтобы все не забывали, Мы решили, чтобы все не забывали, По Москве не всё свесть, У меня нет долг и честь, Но не уж точно будет долг, Если будут назвать долг, По Москве не всё свесть, У меня нет долг и честь, Я, к сожалению, не вижу, что там показывают на видеоряде, но давайте дадим фотографии, я немножко расскажу о Сереже Миронове. Сережа Миронов был незаменимым нашим товарищем, который не пропустил фактически ни одного из первых концертов, из первых гастролей. Он был потомственным графом, как потом выяснилось. И кроме того, он был директором нашей группы, потому что мы, когда стали выступать от Перовского клуба «Долг», Сережа ввел всю документацию, потому что иногда приходили какие-то средства, которые мы зарабатывали по безналичному расчету, и все это нужно было оформить. Также потом он организовал свой кооператив, и наши жены, которые не работали, могли бросить там свои трудовые книжки. Вот и моя супруга тоже воспользовалась такой возможностью. Мы часто, любя так, называли его Боцманом, поскольку что-то в нем было такое, от человека, который прослужил на корабле. И вообще, конечно, группа «Шурави» — это прежде всего человеческие отношения. Как-то так получалось, что мы не разбирали, кто там лучше поет, кто хуже, кто лучший поэт, кто хуже. И поэт была дружба, преданность и взаимозаменяемость. А Валера Бурков, герой Советского Союза, выстроил наши концерты так, что они были интересны всем, без исключения социальным слоям населения, потому что шли по нарастающей. И заканчивалось групповыми какими-то песнями, шуточными песнями, гусарскими, цыганскими песнями, батальонной разведкой. И все было очень замечательно. А вообще, конечно, я должен сказать, что группа «Шурави» была интернационалистом не только по названию, но и по сущности. Поскольку, когда грянула трагедия в Армении 7 декабря 1988 года, а у нас план гастролей был расписан на три месяца вперед, ребята даже не задумывались. Те, кто мог работать на развалинах Спитака и Ленинакана, ринулись туда же сразу по своей доброй воле безвозмездно помогать армянскому народу. Потому что это была, может быть, даже большая трагедия, чем Афганистан. Там в Афганистане 15 тысяч погибло, там 25 тысяч погибло, вот фактически за полчаса. Людей, конечно, все это нужно было разгрести. Но мы с Валерой Бурковым, как люди, которые не совсем трудоспособны в том плане, чтобы там что-то разгребать, поехали в это время на фестиваль в Ташкент. И там познакомились с будущим членом нашей группы Димой Ереминым. Он оказался тоже москвичем. И мы потом его стали подключать уже активно к этому. Но главное, что война, что вот такая бескорыстная помощь армянам. Да не важно даже армяне, не армяне, кто бы ни был, не оказался на этом месте. Мы готовы были по первому зову сердца прийти на помощь. И мне кажется, что это очень показательно. А сейчас я хочу прочесть стихотворение Сергея Сахарова на Митинском кладбище. Оно тоже часто очень звучало в наших концертах, потому что вот много было войн в истории нашего Отечества. И, конечно, мы воспитывались на славной доблести наших отцов. И поэтому, когда сравнивают Вьетнам американский и наш, много общего. Но все-таки вот мы были в чем-то чище, поскольку у нас была направленность не разрушать, а созидать, помогать. И, собственно, эту же линию мы и несли в наших стихах и песнях на Митинском кладбище. О, сколько еще кровоточащих ран! Налево Чернобыль, направо Афган, закованный в цинк и одетый в свинец. У разных смертей одинаков конец. Афган и Чернобыль испиты до дна. От входа к развилке дорога одна. И вместе идут на свидание по ней. Их матери, вновь пережив сыновей. Вот. И такое вот стихотворение, где все воины разных войн нашли свое последнее убежище и пристанище на Митинском кладбище. А у нас вот несколько ребят с клуба «Долг», а двое ленинградцев, ленинградского района, это Игорь Медведев и Сергей Сахаров. И у них рядом Митинское кладбище, и поэтому, конечно, а нам многие помогали. И Перовчане, и Андрюша Лагунов, городской совет, и Андрей Сидельников с Борисом Мещеряковым. То есть, многие организации, конечно, вложили в нас тоже и средства свои, мы выпускали свои диски, и афишки делали. В общем, тогда было много понимания, чего, к сожалению, сейчас мы не видим. То есть, иногда зовут вот на уроке мужества, но у многих афганцев до сих пор не решены квартирные вопросы. Да и вообще, как-то Афганистан, ну, получается, чуть неотработанный материал. То есть, тогда были нужны, а сейчас спортсмены нужны, потому что они вот куют нам медали в Сочи. Вот, хотя на прошлой Олимпиаде три всего золотых медали были. Вот, ну, какие-то приоритеты. А главное, что, мне кажется, наши афганские интересы плохо защищают наши представители наверху. Потому что у спортсменов там хорошо их лоббируют, и поэтому их защищают. А про афганцев что-то Франц Адамович как-то, ну, не очень хорошо защищает наши интересы, видимо. Поэтому вот о нас часто забывают. На наши годы общины никто не приходит из высшего руководства. Даже на низшие чиновники тоже редко посещают наши мероприятия. И спасибо Чите Кузнецовой, которая организовала и проводит ежегодный этот фестиваль в Москве. Потому что фестивалей становится все меньше и меньше. Ярославль умер, Стерлитамак умер. И слава Богу, что есть хотя бы у нас Москва Василий Денисов. Вот, ну и еще у нас есть фрагмент из песни Миронова, да? Сережа написал не так много песен, а он мне показывает, что нет. Вот, тогда давайте я приглашу на сцену автора-исполнителя. Мы как-то породнились еще, то есть Володя Иванов, крестный отец дочери Сергея Сахарова. А Игорь Медведев, который я приглашаю на сцену, крестный отец моей дочери Полины. Замечательный автор-исполнитель, художник, человек, который очень многое в жизни повидал и перепробовал множество профессий. И все, мне кажется, успешно. Игорь Медведев.